Тюменская область, мы решили сосредоточиться и подать нашу культуру через бренд Петра Павловича Ершова, автора сказки «Конёк-горбунок». Кстати, практически каждый, кто посещал выставку, эту сказку узнавал, и это очень-очень приятно. Но мало кто знает, что Пётр Павлович родился у нас именно на нашей Тюменской земле, тогда, конечно, это была не Тюменская область, но тем не менее, вот, кстати, живая статуя, которую мы представили, то есть мы соединили разные виды искусства, это и художественное ораторское мастерство, это изобразительное искусство, прикладное, всё объединив и связав это, как в филумизме, да, как у Игоря Рязанцева, едиными нитями сказкой «Конёк-горбунок». Это и было авторское представление сказки, чтение нашими актёрами Тобольского драматического театра сказки. Это и была викторина «Мой конёк», где могли участники ответить на вопросы, получить, кстати, в качестве призов леденцы с изображением персонажей сказки «Конёк-горбунок». Далее у нас были пряники, которые как раз представляла Наталья, и можно было на пряниках нанести также различные персонажи, разукрасить и ближе с ними познакомиться. Мы привезли Игоря Владимировича Рязанцева, это наш уникальный художник. Конечно, о нём пока мало кто знает, но та картина, которую он представил на нашем стенде Григория Распутина, она, конечно, была очень узнаваемой. Как раз, когда я была на стенде, мимо шла китайская делегация. Конечно, они не знакомы с Петром Павловичем Ершовым, но они... Говорят, Ленин у нас был. Нет, они знают Менделеева. Просто красный туризм, это же отдельная история для них. И они знают Распутина и знают Менделеева, поэтому мы их погрузили именно уже теперь и Ювершова. Плюс ко всему, очень много школьников проходило мимо, потому что посещаемость была нереальная, кстати, по данным Министерства культуры. Это был самый посещаемый день. 60 тысяч человек прошло 30 января по разным локациям. Потому что культуру любят все. Культура, она понятна, она всем очень близка, тем более такие прекрасные программы подготовили. Кстати, детки могли собрать различные из кубиков такие изображения из сказки Петра Павловича Ершова. В общем, программа была очень-очень интересная. Кстати, среди школьников оказалась абсолютно случайная девочка, которая призналась в том, что она потомок Ершова. Ей об этом рассказывали ее бабушка, и с ней даже получилось взять... Не знаю, не знаю, с правнучкой, с проправнучкой я тоже знаком. В принципе, Петра Ершова. Да, они просто приезжали как-то в Россию, и мы с ними гуляли по Тюмени. Я им показывал город, а потом они поехали выше. Это очень интересно на самом деле. Кстати, китайская делегация, вот здесь они представлены на экране. Поэтому очень интересно получилось подать наш регион, это было уникально. Если другие субъекты это делали через народное искусство, в целом, дублируя в какой-то части друг друга, то мы точно были уникальны. А живая статуя Петра Павловича Ершова привлекала всех на стенд. Ну а дальше уже Олег забирал из всех своих объятий и погружал, соответственно, не только в культуру, но и в нашу историю, традиции. И, кстати, мы использовали очень активно экраны и показывали на видеороликах обо всех наших известных фестивалях. Это и лето в Тобольском Кремле, и музыкальная экспедиция, и земля больших людей, и луторовские, естественно, масленицу. Поэтому мы постарались представить всю палитру. Ну и многие активно участвовали в мастер-классах, которые проводил Игорь Владимирович Рязанцев. Писали самые такие значимые слова. Это семья, родина, Россия, любовь, потому что... Сердечко-символ, конечно, ДНХ. Всем было очень-очень интересно в этом поучаствовать. Тем более шприцами. Ну уж точно, никто еще до этого никогда не рисовал. А вы попробовали? Я тоже пробовала, и есть у меня тоже надписи. И картина, кстати, с нашего дня региона на сегодня, картину, которую мы все рисовали вместе, и все посетители, она находится сейчас в Департаменте культуры. Ее можно посмотреть, прийти, как говорится, вспомнить именно те значимые дни, когда мы показывали потенциал нашего региона. Субтитры создавал DimaTorzok